В Приднестровском государственном музее проходит занятие для детей. Проект «Волшебная мастерская» проводит мастер-классы для малышей двух-трех лет. На одном из занятий побывала наша съемочная группа. Рисовать, мастерить и играть, да еще и в компании лесных жителей. Так малыши знакомятся с темой занятия. Но главная задача маленьких художников – узнать, сколько оттенков у осени, и написать свой первый в жизни пейзаж. Сейчас период карантина, очень родители беспокоены тем, что у детей нет развития социализации и нет развития мелкомоторики, творчества, то, что дают в детских садах. Поэтому мы на базе методик детского сада, сейчас младшие, средние группы, мы предлагаем детям рисование, предлагаем лепку, предлагаем аппликации. То есть настраиваем детей на то, что работать надо, творчески развиваться надо, им это очень нравится. Листачки, 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 листачки. А теперь их сложить. Что у меня получится? По низу, посмотрите. Вот так у меня много листочек. Аня, Мирон и Владик – частые гости волшебной мастерской. Пока ясли в детском саду закрыты, здесь раз в неделю они пробуют себя в живописи. Кисть в руках держит увереннее ложки. С легкой руки Мирона получился настоящий осенний пейзаж. На картине Владика поселились озорные белки, а двухлетняя Аня предпочитает только самые смелые решения. Безумно интересно, хорошее развитие мелкой моторики рук, воображение ребенка, контакт с детьми, так как ясельная группа сейчас закрыта, мы, к сожалению, не можем посещать детский сад. Конечно, безусловно, нам понравилось впечатление моря, поэтому, надеюсь, мы будем еще приходить сюда еще. Волшебная мастерская принимает гостей несколько раз в неделю. Для малышей двух-трех лет занятия проводят каждую среду. Дети постарше занимаются по субботам. Мы принимаем до 12 человек спокойно. Есть у нас на сайте информация о материалах, которые необходимо взять на сайте музея. Какие материалы, в какие дни, какие занятия. Пока двух- и трехлетки только познают азы живописи, работы ребят постарше уже участвуют в выставках. Как раз сейчас картины постоянных посетителей волшебной мастерской можно увидеть в одном из залов музея. Татьяна Ивашенко, Дмитрий Ягодкин, ТСВ.